привет друзья еду на тренировку немножечко просто пообщаемся с вами меня часто спрашивают кого я смотрю из блогеров ну я бы не назвал этих людей блогерами но я всегда стараюсь смотреть видео если попадаю александра федорова и к сожалению очень редко выпускает видео алексей лисуков это два очень успешных спортсмена во первых но самое главное это грамотные люди которых всегда интересно послушать конечно мы не будем говорить о том что кто на фармакологии кто нет здесь не важно знание анатомии биомеханики физиологии у этих людей на высшем уровне что у одного что у второго есть конечно два момента которые я бы не рекомендовал делать никому которые я встречал у александра это тяга румынская которую он выполняет на полностью прямых ногах и по моему даже встает на подставочку опускается очень низко это первое если вы хотите чтобы ваш поясничный отдел позвоночника был всегда здоров крепок я не рекомендую этого делать и александр делает отжимания от брусьев опускаясь очень очень глубоко конечно это шикарно но это тоже для большинства людей которые тренируются ради здоровья может быть чревато травмой плечевого сустава что тоже очень очень нехорошо и негативно скажутся на ваших тренировках на ваших на вашем здоровье почему александр это может делать во первых у александра прекрасная растяжка шикарнейшая растяжка а во вторых каждый человек особенно в плечевом поясе имеет опять-таки разную растяжку но это уже та растяжка которую сложно наработать в плане именно растяжки как таковой посмотрите еще на глубину мышц на на сами мышцы на форму что у алексея что александра они практически идеальные это говорит и обусловлено в первую очередь именно генетически креплением мышц если у вас высокий крепление брюшек бицепса к примеру к сожалению друзья вы никак не сможете иметь такие же большие наполненные мышцы как бы вы ни старались и обусловлено это именно я повторю креплением ваших мышц невозможно если вот многие спорят еще за мной ладно я уж не буду на эту тему говорить снова по поводу того можно ли как-то воздействовать каким-либо упражнением или еще чем-то на тот или иной участок любой мышцы то крепление друзья сухожилия кости вашей вы уже ну никак не измените как бы вы ни старались хотя наверняка найдутся хейтеры и тролли которые будут утверждать что и это возможно но это как говорится уже дело каждого во что верить сегодня утром когда проснулся смотрел тренировку александра с югаем очень понравилось мне высказывание одно федорова по поводу чувства мышцы кто смотрит мой канал тут давно уже знает о том что негативная фаза движения важнее позитивной но многие из нас когда мы тренируемся именно на гипертрофию почему-то игнорируют не только негативную фазу движения но выполняют еще и позитивную фазу движения тоже в такой взрывной манере как когда мы тренируемся с серьезными весами на силу нужно понимать что тренировки на силу и на гипертрофию носят не только разносторонний характер в плане подхода к рабочим весам но и в плане исполнения когда мы работаем с вами на силу нет смысла думать о том какая мышца где напрягается и работает вот реально если вы приседаете на 5-6 повторений не задумывайтесь друзья работает у вас там квадрицепс если вы девочка даже не парьтесь почему у вас не напрягаются ягодицы все это работает если вы естественно соблюдаете грамотно технику садитесь низко но вот когда речь заходит о работе на гипертрофию нужно максимально четко ощущать работу ваших мышц и неважно говорим мы о гипертрофии окислительного мышечного волокна или промежуточного или гликолитического совершенно не важно специально делаю эту паузу чтобы вы немножечко задумались о чем речь александр привел такой шикарный пример что вы должны вести как бы диалог с вашими мышцами мне тоже это очень понравилось и немножечко разовьем эту тему представьте себе если вы хотите донести до какого-нибудь или до нескольких людей какую-либо вашу мышц мысль и если вы такой же плохой оратор как и я то у вас это будет получаться плохо особенно друзья если заметьте как бывает у многих диалог превращается в монолог когда человек не слушает оппонента говорит только сам такое бывает очень часто наверняка такое бывает и у меня но это отдельная тоже тема так вот представьте себе что вы разговариваете с действительно близким вам человеком ведете диалог у вас есть вы не знаете какая точка зрения у вашего друга оппонента и вы хотите это узнать при этом донести и свою точку зрения так вот если будет говорить только кто-то один из вас то другой не поймет вообще о чем речь или если вы будете хотеть говорить только сами не слушая вообще о чем говорит другой человек пусть даже пусть даже если вы и будете позволять ему говорить но не будете прислушиваться то естественно тоже толку будет 0 только когда налажен диалог только тогда может идти речь о каком-то взаимопонимание вот именно так вы должны работая на гипертрофию общаться со своими мысли мышцами один раз два уважаемых мной человека и не один раз говорили рассуждали на тему что у мышц нет мозга и ковина и линдоверку друзья ну для меня это настолько глупо что что мне просто становится смешно и и обидно за этих людей как нет мозга у мышц если у ваших мышц нет мозга это говорит что вы просто вашей черепной коробке имеете пустоту вакуум нет мозгов у вас потому что мышца не только получает сигналы от нашего мозга на то чтобы сократиться но и получает сигналы обратно мозг получает сигналы обратно от мышцы у каждой мышцы есть мозг поверьте и есть специальные сегменты даже веретена веретена как в общем есть в каждой мышце много определенных сегментов которые не отвечают именно за растяжение мышцы и если вдруг мышца испытывает перерастяжение то это веретено дает сигнал в мозг на каждом определенном сегменте мышцы вот только об этом и только поэтому многие люди думают что можно воздействовать как-то на наши мышцы индивидуально на каждое место о чем я говорю к примеру что какое-то упражнение действует на низ широчайших больше какое-то наверх друзья это не так если вы где-то когда-то чувствуете что от какого-то упражнения у вас больше болит какая-то часть мышцы к примеру если вы делаете бэк-дэк или сведение рук в кроссовере и чувствуете что после этого у вас болят больше внутренние части грудных это не значит что вы упражнением воздействуете на внутреннюю часть груди а другая мышца даже не так а другие участки мышцы не работают но это просто смешно мышца всегда работает целиком и полностью боль обусловлена тем что вы просто перри растянули вашу мышцу в том или ином участке и этот сегмент естественно будет больше болеть но мышца все равно растет работает увеличивается потенциал силы накапливается целиком во всей мышечной группе об этом нужно тоже всегда помнить минимализм во всем должен быть только от минимализма мы сможем идти к тому чтобы развиваться полноценно грамотно о чем я говорю к примеру на простом доступном для всех примере объясню вот представьте себе что вы новичок средничок вообще не важно кто решили по новой подойти к построению своих тренировок выбрали к примеру одно упражнение к примеру всеми любимый жим лежа и думаете сколько же вам подходов рабочих делать в упражнений для того чтобы к примеру наращивать мышечную массу скажите мне какой самый простой правильный короткий путь к тому чтобы определить необходимое нам с вами количество подходов ведь кто-то говорит 3-4 кто-то говорит одно-два какое количество нужно выбрать для того чтобы начать путь логика подсказывает что нужно выбрать одно один точнее извините рабочий подход почему для тех кто не понял объясняю к примеру вы выбрали три рабочих подхода работаете проработали к примеру два-три месяца и чувствуете что у вас нет результата так вот по логике вы не будете знать в какую сторону идти в сторону увеличения количества подходов ведь результата нет или в сторону уменьшения вы как бы изначально даете уже два направления в которой потенциально нужно двигаться которые потенциально могут принести пользу с точки зрения рационализма это глупо и смешно а представьте если вы начали делать сразу изначально рабочий подход именно один понятное дело да дальнейший путь если у вас встал прогресс или если у вас нет прогресса он очевиден это значит нужно идти вперед добавить еще один подход поработав таким образом увидев что тоже нет результата вы понимаете что нужно добавить еще один подход и только так вы нащупаете то количество рабочих походов в упражнении которые реально работает на гипертрофию на вас заметьте мы сейчас не говорим ни о повторениях ни о чем другом именно о количестве рабочих подходов я думаю что я смог хоть чуть-чуть донести до вас эту мысль так вот друзья когда вы тренируетесь на гипертрофию крайне важно понимать что любое движение позитивное когда вы поднимаете штангу негативное когда вы опускаете штангу должно на каждом миллиметре движения и вверх и вниз осуществляться подконтрольно за счет работы ваших мышц ни в коем случае не за счет инерции которую вы можете создать на начале на начальном этапе движения и ни в коем случае что чаще всего бывает когда вы не опускаете вес за счет работы мышц не опускаете штангу а позволяете штанге опуститься расслабляя мышцу под силой тяжести под силой гравитации как хотите понимаете разницу опустить штангу за счет напряжения мышц точно так же как ее поднять или просто расслабить мышцы и позволить подконтрольно ей опуститься это две большие разницы вот я практически научился это чувствовать уже во всех упражнениях но из-за того что раньше я очень часто тренировался именно как спасаку коцки в подъемах на бицепс у меня наверно хронически уже воспалены брахиалисы именно в точках крепления именно сухожилия и мне сейчас даже когда я работаю с маленьким весом подконтрольно очень сложно чувствовать вот работу бицепса хотя я тоже ощущаю по той простой причине что мои связки начинают болеть раньше и начинают болеть настолько что не дают мне выполнять упражнения поэтому друзья смотрите мои статьи читайте ролики каждый мой совет обоснован для того чтобы сначала начать качать мышцы нам необходимо наработать силовую базу силовой фундамент не в тренажерах именно только для того чтобы укрепить наши сухожилия и связки укрепить их а потом на базе уже мощных сухожилий строить мощные мышцы это тоже очень важные моменты ну что друзья спасибо что смотрите обязательно задавайте вопросы ставьте лайки если нравится если не нравится ставьте смело дизлайк не переживайте я не обижаюсь на это и лайки и дизлайки помогают развиваться каналу помогают мне развиваться двигаться в том направлении чтобы делать канал интересней но единственное не ставьте дизлайк просто конечно я сейчас обращаюсь не к хейтерами троллям оставь ставя дизлайк напишите в комментариях что вам не понравилось или с чем вы не согласны аргументируя свои мысли вот тогда это будет здорово это будет классно и для вас и для тех кто смотрит канал и в первую очередь для меня я буду стараться делать все гораздо интересней гораздо правильней подходить может быть некоторым вещам я понимаю критику людей когда они критикуют меня за категоричность в тех или иных высказываниях понимаю когда речь идет о теоретической базе а если вы не знаете то до сих пор никто из ученых не знает как растут мышцы почему-то растут мышцы это все только теории но есть уже знание анатомии биохимии которые неопровержимы друзья может быть я конечно тоже опять в этом ошибаюсь но когда я говорю о практике которую пропустил через себя через кучу своих учеников через огромное количество подписчиков которые мне уже отвечают касается это к примеру восстановление спины экстензии гиперэкстензии приседаний и становых тяг и когда какой-нибудь дурачок пишет мне что я не прав что это шарлатанство но это просто смешно тем более человеку которого никогда подобных проблем не было поэтому друзья давайте быть всегда на позитиве потому что позитив самое важное что может быть мы можем делать все идеально замечательно но если мы с вами постоянно находимся в негативе то в принципе результат будет тоже очень сильно сглажен очень сильно занижен потому что наша психика это наше все я думаю что это все прекрасно понимают и не нужно говорить что сложно быть на позитиве жизни позволяет все мы живем примерно в одних и тех же условиях и нужно понимать что позитив счастье друзья это не потому что что-то у вас есть чего-то у вас нет что-то с вами случилось а внутреннее состояние души человека можно не иметь ничего но быть самым счастливым и можно иметь весь мир у ног но не иметь ощущение счастья друзья это страшно я это никому не желаю особенно вам моим подписчикам ну что я подъехал уже к залу спасибо всем что смотрели лучшая благодарность для меня если вы считаете что мои советы мои ролики вам полезны это делиться этими самыми роликами в своих соц сетях спасибо за просмотр увидимся в следующий раз всем пока всем привет меня зовут виталий потеев всем подписчикам канала хэви метал очень большой респект отдельно георгию за его те видео которые он выпускает я смотрю то что очень прогрессивно и идет большой объем информации в котором просто можно заблудиться может найти все ответы на ваши вопросы скажу вот что у меня появился свой канал который может тоже найти на ютубе и у меня уже есть первое видео которое я снял совершенно недавно и тоже смонтировал специально для вас заходите подписывайтесь меня зовут виталий потеев я профессионал айпб занимаюсь поди бюлдингом и что желаю вам прогресса новых результатов спорте а